Здравствуйте! В эфире очередные новости русскоязычных Финляндии. С вами Лена Маркова и Ангелина Боровая. В начале августа цены на топливо вырастут примерно на 6 центов за литр бензина и 7 центов за литр дизельного топлива. У автомобилистов еще есть шанс заправить полные баки и канистры по старой цене. В предстоящем учебном году для подачи заявлений на продленку возникли технические проблемы. Из-за ситуации с коронавирусом заявление нельзя было отнести напрямую, а нужно было отправлять по безопасной почте. Безопасная электронная почта была введена в кратчайшие сроки, но стала проблемой для многих семей. Из-за технических проблем не все заявления сохранились в системе и поэтому не были обработаны. Если решение не пришло вам домой по почте и вы подали заявление вовремя, отправьте сообщение по адресу iltapayvatoymenta at help.fi и подтвердите статус вашего заявления. Оно будет рассмотрено на общих условиях, как и все остальные заявления. Заявление на продленку на 2020-2021 учебный год можно было подавать с 23 марта до 8 мая. Заявления, отправленные позже этого срока, будут рассматриваться с 27 июля. Все дети, чьи родители подали заявление, попадут в продленку либо в желаемом месте, либо в ближайшем к нему. В финноязычных школах продленка начнется 13 августа, в шведоязычных 18 августа. Продленка в Хельсинки организуется для учеников первых-вторых классов, а также для учеников, нуждающихся в специальной поддержке. Сезон ловли раков начнется 21 июля и продолжится до конца октября. Этот сезон обещает стать успешным, поскольку водоемы успели хорошо прогреться в начале лета, оценивая Центральный союз рыбного хозяйства. Для ловли раков нужно получить разрешение владельца водоема. Рыбаки в возрасте от 18 до 64 лет должны также заплатить налог на рыбалку. При перемещении на новый водоем важно не забывать дезинфицировать, просушить или заморозить снаряжение, использованное для ловли. Грязный садок может стать причиной распространения раковой чумы. Кассы по безработице перегружены заявлениями. Сроки рассмотрения заявления на получение пособия превышают установленные законом 30 дней. Рост числа заявлений на получение пособия, привязанного к зарплате, повлиял на загруженность крупнейших касс по безработице. Это влияет на время рассмотрения и обработки заявлений. На данный момент введение санкций за отставание от графика не рассматривается, однако кассы обязаны отчитываться о своих действиях и опозданиях перед финансовым надзором. Если Финляндию накроет вторая волна коронавируса, это может вновь привести к увеличению числа заявлений на получение пособий. 6 августа в четверг пункт обслуживания ХСЛ ИТА Пасило закроется. С 27 июля до 5 августа он будет работать по будням. После этого ближайшим к Пасило будет пункт обслуживания на главной железнодорожной станции, который будет открыт 3 августа. Пункт обслуживания ХСЛ ИТА Кескус начнет свою работу с четверга 30 июля. Решение о закрытии объясняется тем, что сегодня существует множество способов для самостоятельной загрузки проездных билетов через интернет. Отделение СВК Клуб Вместе Ванта открывает онлайн-регистрацию на детские клубные занятия, которые уже нашли свое место в расписании на 2020-2021 учебный год. Занятия проводятся в Тик Курила по адресу Тик Курайти, 11А, 3 этаж. Ссылка на расписание и форму регистрации ниже в комментариях. Центр содействия трудоустройству «Гранити» приглашает активных соискателей работы принять участие в образовательном курсе содействия трудоустройств. Регистрация открывается 31 июля. Участие в курсе бесплатно. Прием на курс по результатам собеседования. Количество мест ограничено. Новости регионов. В Турку поступило 10 электрических велосипедов на тестовый период. Цель эксперимента – изучение возможности использования электровелосипедов E-Folors на прокат на постоянной основе. Жители смогут воспользоваться ими с июля по декабрь. Лапинранта. Вниманию жителей района Ракунмяки, жителям улиц Мапхиеминкату, Вайновалвэкату и Казармикату необходимо кипятить воду для питья и приготовления еды до конца недели, поскольку в связи с ремонтом водопровода поверхностные воды попали в водопроводную сеть. Перед употреблением воду необходимо кипятить не менее 5 минут. Для стирки белья воду можно использовать только если она не имеет какого-то необычного цвета или запаха. Временный пункт водоснабжения расположен на западном конце улицы Вайновалвэ, где можно получить воду в свою тару. Дополнительную информацию вы можете получить по номеру 020-690-467. Коопио. В центре Коопио открыт водораспределительный пункт. Ремонтные работы вызвали изменение цвета воды. Такую воду нельзя пить или использовать в бытовых целях. Уже установлен фильтр. Коопианвеси предупреждал, что качество воды может меняться. Промывка водопровода уже началась. Если вода имеет нормальный вид, ее можно использовать как обычно. При необходимости вы можете получить воду без ограничений в свою тару на территорию Каопахали со стороны статуи Оксапойка. Ювэскюля. Внимание, автомобилисты! В центре Корппилахти на Корппилахденте ведутся ремонтные работы. В связи с этим со среды 22 июля с 6 часов утра и до пятницы 24 июля 16 часов будет необходим объезд по Коккоте, Мартинполку, Поститье. Пешеходы и велосипедисты могут двигаться по Корппилахденте. Благодарим Юли за предоставленные новости. Подробные ссылки вы найдете в комментариях ниже. Хороших выходных! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова